У нас небольшие технические неполадки. Вы будете видеть Васю на экране, но, надеюсь, это не сильно помешает. Васю, привет! Это, конечно, не помешает. Да, Вась, говори микрофон. Да, я немножко в таких экстренных ситуациях делаю эту запись, но надо что-то делать. И сейчас мы следуем за Петровым, так что ждем, пока они начнут. Да, это финал. Воу Михайловский, Никита Петров. Но вы знаете, что это такое. Это финал Кубка Феникса. И как ты думаешь, Вась, какой будет счет? Я думаю, что просто Михайловский, он в себя не верит, он очень категоричен к себе. Начинает, там, я плохо играл, я там продую, там, типа, там, что-то там, минус 3 или минус 5, в смысле, в очков. Ну, там, как всегда, ну, типа, это нормально, так должно быть. То есть, на самом деле, Вова, по идее, должен дать бой, но, мне кажется, из-за психологических факторов он этого не сделает. Ну, не знаю, мне кажется, что Вова просто очень хорошо играет в лице, поэтому у Никиты может даже психологический фактор сработать. Потому что, если бы я часто со своей знакомой, по-моему, он вообще никак не волнуется. Он сидит, как монолит за доской, и поэтому я верю Вову. Мне кажется, что если у кого-то и случится психологический срыв, если можно так сказать, то это у Никиты. Потому что Вова действительно опасен. Он частенько играть в мейстерах, обыгрывает в лице. Но явно Никит фаворит. Итак, у нас началась партия. Вася? Да, началась. Я сейчас только пытаюсь передвинуть картинку, но она стала двойной. Ну, и нам тяжело будет комментировать, потому что соперники посильнее, чем мы, наверное, чем я, то уж точно. Вот. Я не знаю, это тоже категоричный к себе, то есть, но я думаю, что пободаться можно, что с тем, что с тем. Ну, да. Так, это явно какая-то теория. Ну, соперники друг друга очень хорошо знают. Да, я тоже замечал, что я немного в лицо, скажем. Ну, да. Такая была эфортная игра. То есть, сейчас против слона на c8, наверное, в моих пониманиях. Ну, и далее выгружаем, наверное, слона. Как-то как-то d3, там слоны в 4 и коня на e5. Так. Ну, да. А5 очень грамотно. То есть, сейчас а6 за черных, это просто будет убийственно. То есть, ну, а с другой стороны, может быть, белые и не хотят а6 сами пойти, а в какой-то момент, может быть, и пойдут а6. То есть, тогда слон с g2 просто придавит пешку на c6. Да, наверное, нужно было черным играть опять самим. Да, да, да. Сейчас, ну, сейчас d3, наверное, пойдет. Можно d4 на d3 тоже грамотно. Ну, и b3 вроде нормально. Хотя я бы развивал, ну, пробовал слона на f4 развивать, но правда, под e5 надо считать, попадает или нет. Ну, в этих вариантах не попадал. Вот b6. Так, а побить нельзя? А, так, конь. Ну, структуру их подпортили. Хотя пешка b3 тоже слабая. Можно конь? Не, ну, c6 однозначно слабее в 18 раз, чем на b3. То есть, ну, на c6, на 6, ну, это все. Это уже клеймо на всю партию пешек. Ну, сейчас конь f на e5, я думаю, сильно там. То есть, сразу задать вопрос. Ну, в любом случае, думаю, отхода конь f на e5 сложно отказаться. Динамика, в принципе. Еще нельзя ставить крест на черном. Не, не, в никаком случае не ставлю, конечно. Он в f4, я думаю, пойдет. Не, в принципе, bc есть идея. Нет, bc есть, но я думаю, что f4 побьет. Ну, какое-то чувство у меня такое есть. Но, хотя, bc нормально. В любом, bc такой гроссмейстерский ход. Тут явно структура такая у белых, что они ничего не рискуют. А пешка совсем слабая. То есть, игра на два результата идет. Наверное, ладила на b1 стоит закинуть в какой-то момент. Хотя, с другой стороны, может быть, это и неправильно. Играть на том фланге, где у тебя, скажем так, меньше. То есть, ну, с другой стороны, даун, конь g5 и на e4. Это правильно. По линии а. Ну, сейчас грозит, слон f6 грозит, между прочим. Не знаю, насколько это угроза. Вообще, ну, это понятно. Вообще, более серьезная стратегическая угроза, это конь e4, я думаю. Слон f8 еще. Сейчас слон f6 и ферс f7. Ну, слон f6 это зевок, конечно, да. Ну, правда, слон b7 для начала, да, и потом слон f6. Ну, да, то есть, пешку выигрывать. А, нет, там будет висеть на f1. В промежутке ладья b1. Да, там ладья b1, то есть, ну, там, по ходу, конец после слона f6. Или, ну, я не знаю, может, это не бегает, но бегается конец. Король отходит на f8 и дальше атака не идет. Поэтому Никита думает, стоит ли брать на f6, выигрывать пешку, но фигуры немного ухудшать. Так, ну вот он у нас в своих условиях. Ну, конь e4 тут, в принципе, уже, d3, ну, конь, скажем так. Да, пешка висит. Слон e7 нету, и за конь f8, а на c5 висит. Так, здесь конь c5 какой-то есть, потом ладья b7. d3 можно пойти. А, там ладья h8 нет, нельзя. Да, нет, конь c5, наверное. И ферзь h5, мне кажется, пойдет, да, в принципе. Ну, освобождаю поле на e4, к тому же. И ладья b7, кстати, что делать? Да, ладья b7 согласна, ферзь d2. Ну, ферзь d2 может и... Ферзь d2, ладья b7. Да, ладья d7. Потом ферзь может... Нет, нет, ладья d7, да, это, по ходу, это уже все. Так, ну что ж, в первой парте убедительно. Ну, когда ферзь c6 нужно играть, например, или ферзь c8, ну, на ладья b7 все равно... Кроль d6, конь e4. Ферзь d3 сейчас, наверное, а, нет, нет, ферзь d3 и зэ. Или есть ферзь d3. Самый простой конь e4. Ну, ладья b1, да. Ну, тогда можно на b7 побить. Ну, вот так проще, наверное. Согласен, да. На b7 не стоило отдавать. Сейчас нормально меня слышно или не очень? Нормально, отлично слышно. Хорошо. Ну, в принципе, тут, наверное, проблема в том, что... Может быть, Вова увидел идею, связанную с ферзь c6, но он решил как-то на опережение сыграть. И, может быть, все-таки ладья b1 довольно-таки точный ход. Хотя, с другой стороны, может быть, и слон f6 сразу позволяла к тому же варианту прийти. То есть, после побития на f6, ладья b1, ферзь d3 все равно. Ну, здесь, конечно... Но, обратите внимание, что король черных отрезан по седьмой. То есть, он не может вернуться в свой лагерь никак. Да, ферзь d6 заканчивает. Странно. Ферзь d6 был, да? Да. То есть, просто не видел, видимо, Никита. Это мат в один ход был. Да. Ну, вот, видите, даже Никита мат в один ход может не найти. Но, все-таки, видишь, волнение есть какое-то. Молодец и 7. Молодец и 7 нужно играть. Ну, тут мат, как угодно, я думаю, сто пятьсот способов. Да. d4, скажи, 5, 6, 2, 1. Немножко лагает у тебя, да? Или у меня? Ну, d4, это последний ход, у меня еще свисит. А, это мат. Это мат, сдался. Это сдался, сдался его. Началась новая партия. Да, новая партия началась, да. Мы, наверное, будем целиком одно видео записывать большое, да? Ну, в принципе, да, думаю, будет нормально. Я боюсь, запишется оно или нет. Потому что я обычно никогда не записываю. Ну, ладно. Так, ну что, это цистринанская защита с b3. Видимо... Это, в принципе, что-то похожее на то, что я играю, но только я немножко модифицирую. Все это. Но сейчас слон b5, да, и здесь у белых хорошая игра. Ой, очень быстро побежал у меня, но все равно здесь тоже у белых хорошая игра. Пешка на d6 отсталая. Ну, очень уверенно играется на Никита. Странно. То есть, видимо, он ожидал давать Вову. Проблема только с пунктом d4. Вот в чем прикольно. Очень быстро разыграли. Тут, по-моему, пешку выиграли черной. Потому что Вова не побил на c6. В варианте с b3 нужно бить на c6 обязательно. То есть, в принципе, в любой редакции надо бить слон b6. Да, все очень быстро. Произошло. Все равно я думаю, что здесь у белых должна быть компенсация. То есть, ну, или шансы на ничью. Я не знаю, как это правильно сформулировать. Потому что есть косвенно какая-то возможность разноцвета. Да, слон c4 грамотно. Хотя, может быть, d5 сразу даже есть. d5, я думаю, сейчас думает на этом Никита. Можно коня на e5, то есть. Зачем менять лошадок на в разноцвет? То есть, d5 надо играть. Ну, конь c6. Да, d5. А конь d4 не проходила, да? Там конь c3 было. Угу. То есть, теперь просто лишняя пешка, но она такая изолированная. Изолированная лишняя пешка. Сейчас, ну, по центру, либо в first d5, я думаю, вот это будет в стиле Никиты. Вот говорят, что Никита очень хорошо с изолятором играет. Если вот, причем он еще лишний, я думаю, что здесь невозможно играть плохо. Но у меня сейчас висит позиция, поэтому я не знаю. Да, first d6. Так, понятно. А очень быстро играешь шахматистом? Ну, эффективно говоря, если честно, можно назвать эту позицию даже технической. Ну, потому что, ну, реально она, ну, пешка здоровая полностью. То есть, проиграть ее нереально. Ну, просто, в лице такое, ну, еще легко играть черным. То есть, позиция настолько, ну, конь d7, возможно, надо пойти и конь на c5 там. Да, согласен. Ну, технически выиграно это... f5 и 6, вот, ну, конь d7. Ну, да, может быть, это грубо, то есть, понятно, что у нас еще не настолько большой перевес, но все-таки, все-таки... Не, понятно, что он, да, технически выигран, но хватит ли... Насколько хороша разного техника, чтобы выиграть. Ну, хватит ли техники Никиты, да? Да, да, чтобы выиграть без проблем прямо так, чтобы технически. Ой, на c5 надо попытаться нереагировать как-то. Ну, на a7 пешка висит. Все равно как-то. Ну, там ладья a8, надо на это рассчитывать. Ладья a8, fb7, ладья a2. Для ладья c8, в размен ладьи, я думаю, выгоден черным. Хотя ладья на e8 хорошо стояла, то есть, напрягала мелопольного слона. Так, а ты можешь им написать, чтобы они паузу после этой партии сделали? Да, смогу. У меня просто немножко тут... Я первый раз записывал, поэтому... А там, в этом, на планете можно написать. Ну, да, но там они увидят это на планете или нет? Увидят, наверное. Хорошо, сейчас. Только... Я понял тебя сейчас. Сказать не зрителям, да. Я понял. Ну, слон d5, сейчас вот какие-то все-таки трудности и по времени проситает, серьезно, Никита. Слон d5, видимо, ладья a7 грозит заезд. Они могут подумать, что прямо сейчас нужно сделать паузу. Да. 13 человек наблюдают транслякции. Со временем большие проблемы. Еще я их отвлекаю, потом будут обижаться, наверное. Ну, все-таки, мне кажется, как-то, не знаю, перегрузился. Ну, то есть, скажем так, Никита из-за этой реализации, мне кажется, он мог это намного проще сделать. Конь g5, вообще не понятно, сейчас у кого лучше. Ну, да, кстати. Висит пешка, как защищать. Все равно висит. Еще и ферзь подключается, а6 сейчас заберут. Ну, в принципе, черный хороший коробочек, в смысле, защитный. Поэтому, если сейчас удастся использовать козырь пешка d4, тогда будет порядок. Ну, у белых атака. Без угроз, в принципе. Атака по цветнов. Да, у ферзь d4, но нормально. Тут какие-то... Нет, конь d8, конь e6 не проходит. Но у лого есть минута. Нет, сейчас конь e4 будет. Ну, то есть, на любой отход, помимо диагонали b1, h7, конь e4. Ну, кстати, у белых уже лишняя пешка, да? Ну, это понятно. Ну, сейчас, получается, на слон c2, какой-то ферзь, может быть, даже c3, возможно, не знаю. Да, в этом ферзе конь d5 нужно играть, да, конь d5, конь f4. И, может быть, конь f7 где-то просядет. Там варианты конь e5 нет, то есть, к пункту g6 нельзя прицепиться. Но сейчас, в принципе, практически и проблемы серьезные перед белыми, потому что все-таки нависает над ними конь на f4, ферзь c2. Конь f4 все равно оправлено. Ну, слон e4. Конь висит. Так он пойман. Ну, не знаю, как-то странно, что... У него здесь грамотно, потому что конь d4 будет после конь d6. И со временем очень большие проблемы у... А, ну что? Поэтому я думаю, что это, в принципе, близко к концу. Да, как-то странно потерялся конь. Ну, вот, о чем мы говорили, реализация не безобычная. Пошел ставить мат, но... Три пешки за фигуру, кстати, говоря. Вполне достаточно, что это такое. Так. Конь f3, да, конец. Наверное, это должен где-то быть. Но он пытается время напить немножко. Как-то у него больше его не стоит. Ничего. Согласитесь. Это хорошее практическое решение. Молодец. Так, сейчас я...